Дорогие друзья, это вторая лекция в серии «Как развивается аутизм». В прошлой лекции мы говорили о том, как развивается, прогрессирует заболевание в случае, если у ребенка наблюдается регресс в каких-то функциях. Сегодня мы поговорим о другом варианте аутизма, когда изначально ребенок отставал в развитии, но у него не наблюдалось особого регресса. Это дети, у которых изначально что-то не могут делать. И вот они не могут, и не могут, и не могут. Тоже они могут вполне развиваться в соответствии с нормами до определенного возраста. Но в каком-то возрасте становится понятно, что что-то не в порядке. Хотя таких драматических изменений, как в первом случае, обычно не бывает. Бывает, конечно, что первый вариант вдруг в какой-то причине превращается во второй, но это бывает редко. Как правило, второй – это отдельная совершенно категория заболеваний, и, соответственно, по-другому протекает. У детей с нерегрессивными типами аутизмоподобных заболеваний диагноз обычно ставится позднее, чем у детей с регрессивными видами аутизма. Более того, часто бывает, что им очень долго не могут поставить окончательный диагноз. То есть диагноз может плавать. Сегодня ему ставят раз, иногда с умственной отсталостью, завтра за ПРР. Ставят атипичный аутизм, ставят всякие алалии, ставят еще, в общем, скажем так, и у психологов, и у неврологов есть целый длинный список диагнозов, которые обозначают конкретное проявление, специфичное. Иногда неврологи пишут такие слова – резидуальная энцефалопатия. Есть еще много других диагнозов, которые могут получать такие дети. Но суть, в общем-то, не меняется. Эти дети имеют проблемы в развитии, они отстают от своих сверстников, при этом они, в общем-то, как-то обучаются и как-то они продвигаются. То есть нельзя сказать, что вот он вчера, например, разговаривал, а сегодня он уже все забыл. Нет, он вчера, если разговаривал, знал, допустим, 10 слов. Он и сегодня знает те же 10 слов, но, допустим, он вчера путался и сегодня путается. Завтра может быть лучше, а может быть так же. С нашей точки зрения, вот этот неврологический диагноз – резидуальная энцефалопатия – наилучшим образом отражает именно суть заболевания. Что это означает? А это означает вот что. Это означает, что что-то пошло не так на этапе беременности или родов, и некоторая часть нервных клеток ребенка погибла. Это может произойти в результате родовой травмы. Это может произойти в результате внутриутробной гипоксии. Опять же, гипоксии в родах. Причиной такого нарушения может быть нарушение функции щитовидной железы у матери во время беременности. В этих случаях у ребенка часто тоже наблюдается нарушение функции щитовидной железы. Иногда самое минимальное. То есть, если сделать анализ такому ребенку на все гормоны щитовидной железы, то видно, что они у него все на нижней границе нормы или даже чуточку совсем ниже. Врачи, как правило, называют это субклинический гипотиреоз и ничего с этим особо не делают. К таким проблемам могут приводить нарушение работы почек матери во время беременности. В общем, если у матери есть заболевание почек, то это серьезный фактор риска для возникновения подобных проблем с ребенком. В этих случаях заболевание не прогрессирует в том смысле, как это происходит при регрессивных формах. В этом случае мозг просто либо развивается замедленно, либо какие-то его части просто не развиваются. И опять же, чем старше будет ребенок, тем вероятнее это будет заметно, например, на МРТ. На что здесь следует обращать внимание? При таком повреждении центральной нервной системы у развития ребенка есть потолок. То есть имеется некоторый уровень, выше которого ребенок никогда не разовьется. Этот потолок может быть очень разным для разных детей, от легкой умственной отсталости и до гораздо более тяжелых состояний. Поэтому в этом случае, наверное, нет смысла говорить о развитии самого заболевания. Заболевание уже не существует, оно нанесло свой ущерб и оно закончилось. А дальше уже, например, это все равно, что человек попал под поезд, ему отрезало ногу. Поезд уже уехал и, так сказать, культе уже зажила, но ноги нет. Вот это примерно такое же состояние. Поэтому есть смысл говорить о обучаемости и о потолке развития для данного конкретного ребенка. И о том, как улучшить ситуацию. То есть как все-таки сделать так, чтобы этот потолок хотя бы поднялся как можно выше. Вот такие примеры потолков развития. Например, есть дети, которые могут освоить уровень знаний начальной школы. Да, мы таких детей видели, им очень трудно. Они с трудом усваивают программу. Они очень много не понимают и нет ни малейшего шанса, что они, скажем, освоят программу средней школы. Бывают дети, которые этого не могут, но могут говорить несколько простых фраз. То есть говорить и понимать. То есть они понимают ограниченный, так сказать, диапазон речи и могут объясниться на очень простом уровне. Бывают дети, которые не могут говорить, но при этом могут соблюдать гигиену, могут одеваться, могут делать простые бытовые вещи. Некоторые могут делать даже весьма сложные интеллектуальные вещи. Но при этом имеются ограничения в какой-то области. Есть дети, которые даже не могут обслуживать себя. Есть, скажем так, многие другие варианты. Сюда же, как правило, относятся дети, которые считаются именно классическими аутистами. То есть ребенок сам в себе, не реагирует ни на что. И его ничем не растормошить. Он просто ничего не видит и не слышит. Просто это состояние говорит о том, что повреждение центральной нервной системы было весьма сильным. И, в общем, что способность такого ребенка к обучению, она иногда стремится к нулю. Высота потолка развития зависит от степени повреждения мозга. То есть понятно, что чем менее мозг поврежден, тем больше он может ребенок достигнуть. Идеальной ситуацией для этих детей является вариант, когда удается стимулировать рост новых нервных клеток взамен погибших. Собственно, это вот то, примерно, чем мы тут в центре Бейердавита занимаемся. Спасибо. До свидания.